В условиях свободной рыночной экономики каждый может заработать столько, сколько пожелает, говорит Стив Сиболт, миллионер, сколотивший состояние собственными руками. Желание видеть на своем счету семизначные цифры нередко разбивается о призму возраста. Страх поражений через неудачный опыт или юношеский максимализм зачастую являются причинами бедности многих людей. Ведь для того, чтобы сколотить состояние, нужен точный план, который пункт за пунктом приведет вас к долгожданной цели. Сегодня я без преувеличения расскажу вам, какие 9 шагов сделают вас финансово обеспеченным на всю жизнь. Вы на канале «Заметки миллионера». Скорее жмите на кнопку «Подписаться». Меняйте свою жизнь здесь и сейчас. Шаг первый. Сосредоточьтесь на заработке. В нынешних экономических условиях невозможно стать миллионером, просто встав на путь экономии, утверждает Гранд Кордон, который преодолел пропасть от банкротства в 21 год до миллионных заработков к 30-летнему возрасту. Первый шаг – сосредоточиться на постепенном увеличении доходов и не останавливаться на достигнутом. Мой ежемесячный заработок однажды составлял 3000 долларов, а спустя 9 лет вырос до 20. Следите за бюджетом. Это поможет вам контролировать свою прибыль и видеть возможности. Конечно, проще это сказать, чем сделать. Однако у большинства людей все-таки есть варианты. Изучите порядка 50 идей дополнительного заработка, поищите какие-нибудь высокооплачиваемые проекты на стороне, рассмотрите варианты пассивного дохода, и прежде чем запустить любой бизнес, заручитесь советом от предпринимателя, который зарабатывает порядка 170 тысяч долларов в месяц. Шаг 2. Найдите несколько источников дохода. Один из способов зарабатывать больше – увеличить количество источников дохода. В своем пятилетнем исследовании, посвященном миллионерам, которые добились всего своими силами, Томас Корли обнаружил, что у многих из них несколько источников доходов. У 65% опрошенных было по три источника, у 45% – по четыре, а у 29% – по пять и более. Ими могут выступать аренда недвижимости, инвестиции на фондовом рынке и доля в стороннем бизнесе. Три потока дохода. Эта цифра то и дело мелькает в моей книге о привычках богатых людей. Но чем больше источников заработка вы сможете создать, тем крепче будет ваш финансовый фундамент, пишет он. Шаг 3. Откладывайте для инвестирования, а не ради экономии. Единственной причиной экономии денег должно быть их дальнейшее вложение. Поместите свои сэкономленные средства на защищенный неприкосновенный счет. Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте этот счет, даже в чрезвычайной ситуации. Это заставит вас придерживаться совета номер один. «Я стабильно разоряюсь по меньшей мере два раза в год, потому что всегда инвестирую резервный капитал в рискованные предприятия», пишет Кордон. Ключ к действенной экономии – научиться автоматически копить средства. Таким образом, вы никогда даже не увидите денег, отложенных для вклада, и научитесь обходиться без них. Шаг 4. Не хвастайтесь. «Я не покупал себе роскошные часы и машины, пока мой бизнес и инвестиции не укрепились и не стали надежными источниками дохода. Я по-прежнему водил Toyota Camry, когда стал миллионером. Заработайте репутацию своей деловой этикой, а не новенькими везде-лушками», рассказывает Кордон. Пятый шаг. Измените отношение к деньгам. Богатство начинается с образа мыслей и ваших собственных представлений о заработке. Мысли – вот в чем секрет. И так было всегда. В то время как большинство полагает, что возможность стать богатым не зависит от них. Богатый точно знает. Привлечение денег начинается с внутренней работы. Уверен миллионер Стив Сиболт. Друзья, перед тем, как продолжить и назвать 4 основных шага на пути к богатству, хочу попросить вас отблагодарить меня за проделанную работу, всего лишь поставив лайк под этим видео. Шестой шаг. Инвестируйте в себя. Самый безопасный вклад, который я когда-либо делал – это инвестиции в собственное будущее. Посвящайте чтению как минимум полчаса в день, слушайте аудиокниги за рулем и активно ищите опытных наставников. Не достаточно быть просто мастером своего дела. Вы должны стать гением, способным поддержать диалог на любую тему, будь то финансы, политика или спорт. Поглощайте знания как воздух и ставьте свои стремления к обучению превыше всего остального. Пишет Такер Хьюз, разбогатевший в возрасте 22 лет. Многие успешные и богатые люди нашего времени – увлеченные читатели. Взять, к примеру, Уоррена Баффета. Он утверждает, что посвящает чтению 80% своего рабочего времени. Шаг номер 7. Ставьте цели и визуализируйте их достижения. Если вы хотите зарабатывать больше, у вас должна быть четкая цель и конкретный план по ее достижению. Деньги не могут появиться по мгновению волшебной палочки – придется потрудиться. Богатые люди посвящают себя энергичной работе над своими финансами. По словам миллионера Харва Эггера, потребуется внимание, смелость, знание и немало усилий. Все возможно, если есть конкретная цель и четкое представление. Основная причина, по которой большинство людей не получает того, что хотят, заключается в том, что они не знают, что им нужно. Богатые же совершенно уверены, что хотят богатства. Восьмой шаг. Начните общаться с теми, кто вас вдохновляет. Эндрю Карнеги, который начал с нуля и стал миллиардером, считает, что всем обязан так называемому принципу мозгового центра. Идея заключается в том, чтобы окружить себя талантливыми людьми, которые разделяют ваши взгляды. Потому что совместные начинания нескольких умных и креативных людей, несомненно, более результативны, чем действия по одиночке. Выбирайте окружение, которое поможет вам достичь успеха. Кроме того, с кем поведешься, от того и наберешься. Именно поэтому богатые предпочитают оставаться в кругу людей своего уровня. В большинстве случаев ваш капитал отражает уровень ваших ближайших друзей. Влияние более успешных людей поможет вам расширить свои горизонты и существенно повысить доход. Реальность такова, что миллионеры рассуждают о деньгах по-другому, нежели средний класс. И в их компании можно многому научиться, объясняет Сиболт. Девятый шаг. Стремитесь к десяти миллионам, а не к одному. Моя самая большая финансовая ошибка заключалась в том, что я мыслил недостаточно масштабно. Я призываю вас ставить своей целью не миллион, а больше. На этой планете достаточно денег. Не хватает только людей с глобальным мышлением, утверждает Кордон. Друзья, не постесняйтесь написать в комментариях к этому видео, какой заветной цифре заработка. Стремитесь именно вы. Мне очень интересно узнать, насколько велики амбиции моих подписчиков. Богатство на самом деле доступно каждому, несмотря на возраст. Конечно, начинать стоит как можно раньше. Но если вам уже далеко за 30, это не значит, что богатство должно стать неиспыточной мечтой. Запаситесь терпением и настойчивостью, а также попытайтесь использовать услышанную сегодня информацию максимально эффективно. Только так вы добьетесь своих денежных вершин. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Возможно, именно оно вдохновит их стать финансово независимыми. А также напомню, что подписавшись на канал, вы всегда первыми будете узнавать все полезные советы из мира финансов. С вами были заметки миллионера. Ты можешь стать богаче. С вами был Игорь Негода.